Привет, друзья, жители и гости моего сказочного леса. Сегодня мы в самом необычном месте, которое можно себе представить. Это музей главы господства. Здесь представлены экспонаты со времен СССР. И вот такой вот медведь у меня был в детстве, представляете? И самое интересное, и самое важное, что ладно старшему поколению аукаются вот эти вот экспонаты и эмоции, но маленькие дети, маленькие дети, они находят здесь такие дружки для себя, в которые играли мы, в которые играли наши бабушки, представляете? По-моему, это просто замечательно. Вообще изначально это был дом культуры, раньше, давно. Здесь была спортивная школа, занимались дети борьбой долгое время. Потом здание стояло, густовало. Где-то пару лет, судьба решалась. А Виктор Федорович уговорил нашу администрацию, играться будет, что здесь самое правильное сделать в музее. Да, да. У моей бабушки Маруси вот такая дорожка была. Красная. Помните магазин с такими весами? Да. А это узнает каждый заводчанин, и не только заводчанин. Автомат с газированной водой. Даже стакан граненый стоит. Вот компостер я помню, а вот такой авто не помню. В Калуге в троллейбусах компостеры были. И все на совесть просто пробивали. То есть без всяких каких-то там... Это какие годы были? Ну какие годы? В 90-е. В 80-е? В 90-е, да. В 90-е еще было. Радиола, магнитола была. У вас? Потом уже выкинули отдалеку. А вот такая штука с розой до сих пор, да. Часы с кукушкой. Причем вот которые посередине были у бабушки Клавы, а вот которые справа у бабушки Маруси. Кстати, вот такая штука у меня есть. Мелопон. Дэн-дэн-дэн, молодецкая. Спасока такие были, обратите внимание. Вы из них. Да, фотографий не было, зато было описание, как выглядел человек. Не фантилии, не отчества они писали. Писали только вот такие приметы. Льта 32, рост яршими свершими, волосы, крови русы, глаза серые, нос, рот подбородок, среднее, лицо чистое. И человек, имевший вот именно такой паспорт, здесь еще шеточка есть, он мог в течение года выезжать из Калужской губернии Мавросайского уезда. Это вот этот паспорт 1888 года. Это столовый прибор из столовой Брежнева. Вот, знак отличия. Ленинградский фарфоровый завод выпускал вот такие приборы специально для этой столовой. Откуда он здесь появился? Этот прибор у Виктора Федоровича есть очень хорошая знакомая, которая живет в Москве. И она ему подарила. Она работала в столовой, и ей достались в дар два прибора. Один прибор она подарила его семье. В 1953 году в Удмуртии решили создать такое радио. Чем оно уникально? У него все брусочки сделаны из ольхи, а фанера из березы. Это как для скрипок делали акустику. Также в 1953 году создали вот такое радио. А вот этот вот Василий Теркин, у нас Виктор Федорович ездил на поле чудес. Его приглашал Якубович. И он возил в дар Теркина и вот такого кипецка графинчик. Графинчик Якубович оставил. Вот. А Теркин, он сказал, Виктор Федорович, вы святой человек, что создали такой, вот я прям дословно вам говорю, что вы создали такой музей, и он должен стоять в вашем музее. То есть это теперь обратно подарок от поле чудес. Он стоит теперь опять у нас. Тихо-тихо, не рассыпь. Не рассыпь, аккуратненько. Вот игра такая. Складывать надо. Да, как там складывается? Ну здесь пятнашки, я так понимаю. А, пятнашки я помню, а вот это вообще не знаю. Сейчас сама не представляю. Ну как-то тут нарисовано, наверное. Вот. Ну как лединки получается, нужно сложить, видимо. Ничего себе раньше игры были. Вот, Жень, смотри, мама сложила. Да. Во, красота. Одного не хватает треугольничек. Ага, вон, видишь, треугольничек не хватает. Это вот у нас телевизор ТМС-49, знаменитый. Он почти был, ну как-то, он не у всех был. В основном его выносили в коридоры, и люди смотрели, собирали всем подъездом и смотрели всеми подъездами. А вот сюда заливалась вода, чтобы кран увеличился. Естественно, был, видимо, больше виднее все это. Он так же выпускал в 49-м году. Вот так же есть в 49-м году выпускался Ленинград. Это удивительный телевизор. Он, в основном, был у Сталина, у Берии. То есть вот такого флану стояли. Да, вот такие телевизоры у них стояли. Здесь непробиваемое стекло, то есть экран был защищенный. Никто не мог разбить, ничего. Шторочка это все закрывалась. Все это было аккуратненько. К нему так же уже можно было подключать радиолы. То есть можно было слушать через него пластинки. Так же уже ловил приемники на радиолы. Можно было через него ловить. И еще в нем есть удивительная вещь. Если, допустим, они же ламповые были все телевизоры. Лампа какая-то перегорела. Вы откручивали заднюю крышку, чтобы поменять эту лампу. Он автоматически отключался от сети. То есть из розетки можно было не вытаскивать. То есть вот такие вот уже удивительные вещи в 49-м году у нас делались. Да. Дорожка здоровья называлась, беговая. Беговая. Она называлась Дорожка здоровья, да. Я не хочу бежать, чтобы не упасть. Ну это 20-е годы. А вот это вот что такое? Это значит, я вам сейчас скажу. Это макет в основном. Вот там велосипед детский, конец 19-го века. А это один, вот он по нему сделан. А, как бы. Чувства вот необычные. Заходишь. У меня, допустим, сразу не имеет лицо и хочется плакать. Вот у вас какие чувства, когда вы сюда заходите? Это же вот все вашими руками. Знаете, ну у меня больше сейчас восторг и радость от того, что получилось. Когда, знаете, когда что-то делаешь, получается совершенно вот, да, вот эти чувства у вас, ах, перевополняют и захватывают. Я помню, когда мы делали вот эту экспозицию, посвященную войну, вы знаете, так, экспромтом, то, чуть-чуть там, чуть-чуть это, и вот в итоге получилось. Вот это мотоцикл BMW R35, это самый массовый мотоцикл времен войны в Вермахте был. Вот. Я его обменял на квадроцикл. Не жалко было, отдал, но для меня это, конечно, дорого, потому что самый массовый мотоцикл был в Германии в войну. А вот этот был мотоцикл, ДКВ, тоже он немецкий был до войны. Потом наши вывезли оборудование, наладили, вначале был Москва, потом Минск. Вот, это был тоже до войны немецкий мотоцикл. Вот тут был, это самое, тоже немецкий мотоцикл, BMW тяжелый. Вот. В нашем 40-м году ему наладили выпуск, купили патент. И вот войну встретили вот на этом мотоцикле. У нас так получилось, здесь маленькая диорама, что необычно. С музея приходят, слушайте, как вам это пришло в голову? Да так? А вот большинство бытовых, именно таких домашних экспонатов откуда? Ну, вначале я сам собирал, у меня это было. И потом дело в том, что когда есть ретро-машины, у меня они были. Мне, ну, сам Бог велел, кажется, организовать. И потом я сам по себе такой человек, как, вот, так сказать, мне нужно что-то делать. Вот у меня было милосердие, мы кормили людей, то, сё, делали. Вот. И я всё равно, это самое, как бы хотел выставить то, что у меня есть. Мне как люди поставили в гараже, допустим, а порадовать и людей, и детей. И люди несут экспонаты, я поэтому говорю, что он народный. И мы их пытаемся вот повесить, пристроить. То есть уже начался такой этап, когда люди сами несут. Да. А дело в том, что, понимаете, да. Дело в том, что вот то, что он бесплатный, люди по-другому воспринимают. И они готовы отдать. Да, вот может она и для некоторых и дорогая вещь бывает. Но видя то, что это бесплатно, пусть другие посмотрят. Нет коммерческой составляющей. Поэтому отношение совершенно другое. Потому что когда человек пришёл, да, за деньги, то ну, вышел и вышел. А когда понимать, что это стоит денег, вот содержать, там, то есть организовывать, делать, ну, человек, конечно... Что вообще, вот я не понимаю, может быть, для вас, вы хотите вернуться в СССР, или это для вас просто тоска по детству какому-то? Вы знаете... Психологически. Видите, первично мне тоже было так, писали, что вот назад в СССР делал музей, называется 20-й век, или назад в СССР. 20-й век это был и царь, было и уже потом после царя. Потом у нас там висят те, кто был у власти за 100 лет. Нет, не только. Но с другой стороны, давайте так, всё равно люди приходят сюда и вспоминают всё хорошее. То, что было. Даже вот они сводят талоны там на что-то, но всё равно они... Ведь воспоминания обычно только хорошие. Ну, редко тут плохое. Так как одноклассники встречаются, они же не говорят, ты там тот, тот, тот. Они, а это помнишь, а это помнишь. И только позитив. Слушайте, а вы не ощущаете себя немножко героем, потому что вы построили машину времени. Вот учёные не могут, а вы раз... Знаете, поэтому когда я был на поле чудеса, я Кубович сказал про музея, я сказал, он говорит, ты святой. Да, вот те, кто этим занимается, они действительно, конечно... Во-первых, нас мало энтузиастов, действительно мало на всю страну. Здесь на стене висит немецкий велосипед, 38-й год. Ну, колёса не родные. А вот это уже наши после войны 48-го львов начал пускать. Видите, один в один. Вот один из наших дорогих подарков, которые нам сделали и ценных. Это вот этот велосипед. Это конец 19-го века. Детский велосипед. Видите, деревянные педали сделаны. Вот так он выглядел. Признавайтесь, у кого был такой пылесос, у нас вон такой был. Молодёжь считает, что 3D это 20-30 лет назад. На самом деле, вот 130 лет, 1891 год. Значит, вот мы так ставим и отодвигаем, ловим этот эффект и восхищаемся. Вот этому 130 лет. Так что, молодёжь, прошу запомнить 3D. Всё новое, хорошо забытое, старое, так сказать. Просто последней каплей в моём эмоциональном состоянии была вот эта ёлка. У нас тоже такая была. И всё, я расплакалась и не выдержала. Вспомнила детство. И это просто, это просто самый крутой музей, который я видела в своей жизни. Обязательно сюда приезжайте, вы не пожалеете. А с вами была Леся из Сказочного леса. Всем пока!